итак приветствую вас мои дорогие друзья на моем канале мгновение мгновение моей жизни и сегодня второе мгновение моей жизни за сегодняшнюю субботу 1 августа и я вам хочу показать чем я занимаюсь сегодня у нас хозяйственный день и я занимаюсь домом вот как вы уже видели мой дом у нас есть вот два балкона вот один балкон видите там со спальниц нашей второй балкон и получается у нас тот второй балкон он не накрыт и видите он там открыто я вам сейчас поднимусь и покажу и расскажу что я делаю итак давайте посмотрим если вам это интересно конечно хотя вы меня всегда просите вадим снимай все показывай нам все нам интересно все ну вот давайте я вам покажу чем я занимаюсь сегодня и буду показывать как то говорится все good morning my friend my neighbor thank you god и давайте буду вам показывать все итак давайте пройдем наверх на балкон я вам расскажу и покажу что я делаю вот как я вам уже показывал раньше наш дом имеет три этажа вот один балкон он там где мы поднялись а следующий балкон вот нужно подниматься уже на третий этаж в спальню получается и выход на балкон со спальни и вот тут вот здесь у нас тоже балкон и что получилось короче за время уже этот балкон немножко пришел в негодность дело в том что здесь был такой деревянный пол фанера до постели на это фанера была обработана такой специальная краска здесь в америке есть такая краска она типа как резина потом получается когда высыхает и вот со временем она от солнца от жары от дождей эта резина полопалась испортилась и вот вот этому к месте здесь посередине получилось оно начало протекать вода туда начала попадать короче и фанера короче прогнила уже не начала смотрю на том балконе на первом с крыши капли такие появились я потом а здесь лежал такой на этом прорезиненном полу лежал такой деревянный типа трап знаете тоже вот сделано все таких вот досок как вот это вот и сверху тоже так вот набиты были доски и они тоже были прокрашены специальной такой водостойкой краской ну за года что вы хотите 20 лет уже дому это все уже от солнца от жары от перепадов температур от воды все уже это дерево испортилось и прогнило тоже я его короче снял я его выкинул весь порезал на дрова потом я вырезал вот здесь вот кусок такой заменил этот участок полностью новым плайвудом новую фанеру поставил снова это все обработал специальными мастиками такими термостойкими и водонепроницаемый а потом что я сделал здесь дело в том что на этом балконе когда его построили не было уровня левого такого знаете как бы чтобы вода стекала дело в том что здесь вот есть такое отверстие куда должна стекать вода а с той стороны дома видите там гатор и стекает водичка с этого балкона туда по трубе вот туда и на низ получается и я взял купил такой специальный цемент для бассейнов для джакузи который делает и вывел здесь уровень level так сказать в том углу я поднял чуть-чуть на 3 инча и сюда спустил на ноль и все это я залил сделал стяжечку такую ровную а потом снова это все сделал таким специальным силам как бы праймером покрыл водонепроницаемый и сверху три слоя снова вот этой краски новой видите такая вот она когда высыхает как прорезиненная получается все это прокрасил загерметизировал как то говорится и сейчас ноут на низ я стилю вот эти доски это сидор но они пропитаны и специальной такой жидкостью они тоже водостойки гарантия 25 лет они могут и в воде и в сырости быть и все а наверх я купил вот такие вот видите доски но это уже не доски это пластик это как бы она сделана под дерево но она сделана из пластмассы такой полипропилена она вечно у него срок гарантии 100 лет и вот я его сейчас режу и потом я здесь вот его постелю и так вот покажу вам что собой представляют эти досочки вот смотрите но он сделано типа под доску видите но это вот сделано из такого пластика делается это все из отходов с переработки там вот пластмасс вот этот автомобилей бампера там обшивки разные то сего но все перерабатывается пластмасс это что-то там добавляется сюда и вот изготавливают вот такие вот видите своего рода доски и вот они дают гарантию на это сто лет и вот сейчас я его режу все это по размеру вот на такие вот куски и потом буду это все прикручивать прикручивается она специальными шурупами шурупе тоже из нержавеющей стали тоже вечные короче и вот так вот мы будем работать и и и и и и и и еще не очень важная как то говорится маленькая деталь о которой хочу вам сказать в америке все стоит денег и вот вот этот материал что я купил для ремонта моего балкона моего пола на балконе вот хочу вам рассказать сколько это стоит вот вот эти пластмассовые доски мне нужно было их 13 штук они стоят 602 доллара за за 13 вот 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 таких вот 12 фитовых досточек я заплатил плюс деливери они мне привезли прямо под дом вот вот сюда поставили палету чтобы я сам не тащил там с магазина и кто все у них есть сервис привозят домой это стоит 50 долларов потом у них есть услуги они могут тебе порезать по размеру который тебе нужен полностью и каждая обрезка вот вот это что я делаю мне нужно каждую доску два раза перерезать вот мне нужно по 40 по 66 она 12 фитов и вот мне нужно один раз отрезать и второй остается вот такой вот кусочек видите каждая обрезка у них стоит 50 центов это вот посчитайте сами 13 досок перерезать в принципе я мог бы заплатить им тоже чтобы нет проблем но я же сам хочу поработать это раз а второе за все платить и кто говорится тоже сильно не развонися так что вот как то так потом материал который тоже мне пошел там на то чтобы отремонтировать пол тоже ведро вот этой краски которая там герметизирует полностью стоит 146 долларов кусок фанеры который мне там нужно было обрезать я дал по моему 19 чем 20 долларов короче потом цемент который я делал стяжку у меня там пошло короче 6 мешков цемента каждый мешок по 32 доллара посчитайте сами короче в итоге отремонтировать этот пол приблизительно у меня получилась штучка тысячу долларов так скажем плюс моя работа вот как-то так я решил водички попить немножко отдыхнуть у меня осталось еще две доски перерезать и потом это все буду выносить наверх и прикручивать я вам покажу все это и так продолжаем труд труд облагораживает человека и делает его счастливым как-то так итак я вынес все эти досточки на балкон у нас началась жара с утра были немножко тучки было прохладно так классно а сейчас уже видите солнце в зените и тучки чуть-чуть расходятся и начинается парилочка немножко ну а нам надо работать но ничего ветерок чуть-чуть похладенький продувает итак что мы дальше будем делать сейчас я размечу все эти планки чтоб они ровно стояли и потом я буду это все ставить на такие вот так называемые жидкие гвозди это вот вот такой клей видите вот я уже зарядил в пистолет срезом и я буду проклеивать эти досточки с поднизу вот здесь так чтоб она уже держалась как бы чуть-чуть пола и каждую вот эту доску я тоже буду проклеивать на клей вот вот здесь вот ставить как бы и потом буду прикручивать шурупами вот вот такие шурупы видите они нержавейка идут там вот в этих шурупах сразу бита идет для них видите звездочкой потому что шурупчики эти имеют вот такие вот маленькие головочки и под звездочку они нержавка шляпка покрашена такой же краской подсвет этих досточек чтоб не было заметно итак поехали продолжение следует итак у нас работа продолжается и смотрите что я делаю я беру вот этот клей промазываю вот каждую вот каждую досточку вот так вот потом положу вот сюда и прикручиваю прикручиваем это так что расстояние между ними получалось на ширину шурупа видите вот вот так Вот так вот. Вот так вот, как мы работаем. Тут следующее точно то же самое на ширину шурупа. Итак, движение продолжается. Мы усердно работаем. Каждая досточка устанавливается на клей. И прикручивается шурупчиком. Вот так вот. Я люблю работать, когда у меня есть весь инструмент. Хороший, классный инструмент. А здесь, видите, я посередине через одну даю шурупы. Здесь, 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 здесь. Так что оно все равно будет держать отлично, нормально. Играть не будет, потому что клей будет его держать. Здесь, видите, чередует в шахматном порядке. Не то, что я экономил шурупы. Не хочу просто лишнее отверстие. Шуруп, видите, этот закручивается. Потом вот снимается вот это. И для того, чтобы не было вот этого бугорка, здесь получается такой бугорочек. Просто вот так вот застукивается. И все, оно затягивается, как будто бы, видите, доска ровная. Будто бы шурупа там не видно. Это пластмасса, видите. И все. И оно даже не видно, что там шуруп был. А здесь по контуру я потом дам такой плинтус. Я заказал уже, его не было в магазине. Тоже по цвету, все. Приверется вот так вот плинтус по кругу такой красивый. И все. Будет отлично, чики-пики. Вот вот так вот. Надо водички попить. Жарко. Короче, поехал только что в Холм Дипа. За плинтусами этими. Они чуть-чуть перепутали цвет. Видите, чуть-чуть, чуть-чуть светлее привезли. Но я уже забрал эти, потому что не стал морочиться. Захотелось уже сегодня закончить это все, сделать. Они, в принципе, подходят. Оно и красивее даже, типа, как бы молния отбивает. Так получается. Так что как-то так. А что самое интересное. Я с момента... С момента вот этой пандемии. Вот этого вот долбанного барона вируса или барана вируса. Я не ношу масок. Я страдаю чуть-чуть бронхиальной астмой после Чернобыля. У меня бронхиальная астма. И в маске мне очень тяжело дышать. Ну и я зашел в магазин. Мне никто ничего не сказал. То все. А подхожу уже к кассе, короче. И продавщица ко мне. А где твоя маска? Я говорю, я не ношу масок. Почему? Одень маску. Я говорю, ты не можешь меня заставлять маску, потому что есть категория людей, которые не могут носить маски. И объясняю, что так и так у меня бронхиальная астма. Я не могу носить маску. Мне тяжело в ней дышать. А, окей. А сама стоит в маске. Вы чтобы увидели эту маску, люди мои. Она постоянно вот здесь вот так берет, знаете. И поправляет то вниз, то весь. У нее вот здесь вот пятачок в этой голубой маске. Черный весь. И он грязный. И я ей говорю, вот ты в этой маске работаешь. Говорю, стоишь здесь на кассе. И ты постоянно руками берешь. Ты представляешь, сколько у тебя там уже бактерий. И ты их вдыхаешь туда в легкие. Говорю, ты себя губишь. Ты это не понимаешь. Она, да, да, нам это приказывают. Нам это говорят, так делают. Я говорю, так ты ее меняй хотя бы. Когда ты ее менял? Последний раз. Короче, она ее, наверное, уже дня три носит, блин. В карман засунет и снова придет на работу в ней. В карман засунет и снова придет на работу в ней и работает. Это ужас просто. Люди, американцы, одумайтесь, что вы делаете. Барановирус у вас в голове. Сто процентов. Все шурупы, которые позакручиваны. Вот видите, шуруп закрутился. И вот такой бугорок получается, видите. И его просто молоточком нужно присадить и все. Практически не видно, что там даже шуруп. Это пластмасс. Итак, миссия выполнена. Сейчас 4 часа вечера. И я полностью закончил. Вот такой вот получился пол. Все сделал как положено. Красиво, аккуратно и качественно. Вот как-то так. Ну а сейчас пару слов для пацанов. Для конкретных пацанов. Братва. С праздником. Я поздравляю вас всех с наступающим праздником. С днем воздушно-десантных войск. Никто кроме нас. Будьте все здоровы. Будьте все в мире. И чистого голубого неба. И пускай синева всегда сопровождает вас. За ВДВ. Тут многие задают вопросы у меня. Ребята, у вас там в Америке сейчас такое творится. Кипиши. Типа протесты. Вы не боитесь? Да нет, не боимся. Мы вот видите. Сидим на балкончике. Попиваем пиво наше. В Балтику. У нас все тихо. Все спокойно. Ну а если что, не переживайте. Мы вооружены. У нас есть чем защищаться. Тут у нас такой небольшой арсенальчик лежит. Видите? Так что, как-то так. На сегодня работы все завершены. Я сделал балкон. Закончил. И можно отдохнуть. Попить пивка. Расслабиться. Еще раз всех с праздником. Всех благ. Всего хорошего. За ВДВ. Работы завершены. Сидим. Расслабляемся. Отдыхаем. Готовимся к завтрашнему празднику. На дворе. Отличнейшая погода. Жара. Тепло. Почти 30 градусов. Завтра тоже будет тепло. Поедем купаться. Наша гора. Рейнер. Тает снежок. На ней. И видите, над ней образовываются такие облака. К вечеру линзовые. Такие облака, так называемые. Так красиво. Как будто бы тарелку кто-то сверху положил. Ладненько. Будем отдыхать. Всем пока-пока. Желаю удачи. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok